Период новогодних и рождественских праздников напрямую связан, конечно же, с богатыми столами, на которые выставляют далеко не самые полезные и здоровые блюда, хотя, конечно же, очень вкусные. Самая главная опасность новогоднего застолья заключается в том, что длится оно не один день, и отказ от участия в нем попросту невозможен. Чтобы празднование Нового года Рождества не отразилось на талии, наверняка стоит придерживаться каких-то золотых правил. Об этих правилах нам более подробно расскажет наша гостья, ставшая уже родной в нашей рубрике «Правильное питание» Лена Богордынова, врач-эндокринолог, диетолог. Доброе утро, Лена. Ну, есть ли какое-то это самое золотое правило? Ну, вообще, самое главное правило, я считаю, что за любой стол, будь вы у себя дома или в гостях, следует садиться неголодными. То есть в течение дня питаемся в обычном режиме, как у нас обычно бывает на Новый год. Целый день ничего не едим, все ждем боя курантов и прямо нападаем на стол. Это, безусловно, неправильное поведение, потому что происходит переедание и все нежелательные последствия, связанные с ним. Поэтому, чтобы этого избежать, следует слегка сытыми садиться за стол, и тогда человек в любом случае не сможет физически съесть то количество пищи, которое бы он съел голодным. То есть 31 декабря мы не нарушаем режим питания, так же завтракаем, обедаем, ужинаем. Ну, либо хозяюшкам на заметку, наверное, все будут готовить в этот день, да, по чуть-чуть там салатика поклевать. Ну, да, да, обычно так и бывает. Ага. Ну, и, наверное, можно еще составить какое-то... Вот мы привыкли, да, что стол ломится от разнообразия нездоровой еды, да, именно 31 декабря. На стол, на праздничный, мы кладем все, что есть в доме, да, чтобы он был богатым, чтобы мы наелись хорошенько. Но на самом деле было бы замечательно, если бы на праздничный стол мы готовили какие-то специальные блюда, да, деликатесные, блюда, которые мы не можем позволить себе в обычный, да. Тогда стол запомнился бы и был каким-то особенным и праздничным. И, соответственно, ну, люди пробуют по чуть-чуть от закусок, там, салаты сделать какие-то, не наедая, вот именно не налегая на еду. Ну, вот садясь за праздничный стол, наверняка есть какое-то правило, с чего начать эту праздничную трапезу, с какой еды? Ну, да, конечно, любой застолье начинается лучше всего с закусок и легких салатов. Салаты, естественно, стараемся не заправлять жирными майонезами, да, прекрасно можно любые заправки сделать, например, растительные масла или на основе йогуртов можно делать заправки на сметане. То есть, если вы готовите у себя дома, в принципе, это можно сообразить, да, любая хозяйка может сделать, ну, такую полезную и вкусную при этом заправку к салатам. Это не проблема. Поэтому овощные салаты еще очень хорошо насыщают, потому что они богаты клетчаткой, и, соответственно, уже там вторые блюда, да, какие-то вот кондитерские изделия, они уже поменьше, человек поменьше съедает вот таких, ну, вредностей, скажем так. То есть, даже тот же традиционный оливье можно приготовить на основе, там, легкой салаты, да, в качестве заправки. Да, да, безусловно можно. Ну, вот я вычитала, да, что идеальный вариант развития событий – это прекратить кушать, как только появится чувство сырости. Ну, это и так известно, да? Возможно ли это? Это в идеале, но как у нас обычно бывает, застолье продолжается, а мы уже давно сытые, да, и, ну, человек не может сидеть и встать со стола. Да, да, поэтому всё равно что-то, да, едим. И в таких случаях рекомендуется, конечно же, ну, можно фрукты, да, поесть или те же салаты овощные или нарезки, там, овощные бывают. Поэтому необязательно вот сразу переходить, например, к пирожкам, там, к тортикам, да. Можно ограничиться фруктами, и никто от этого не пострадает. А как вот насчёт того, что сидеть, ну, наслаждаться едой, потом встать походить, либо потанцевать, чтобы принять праздники? Было бы прекрасно, да, замечательно было бы на самом деле, если, ну, вы в гостях, да, и там какое-то мероприятие предусмотрено. Естественно, после каждого, ну, как у нас бывает-то там, первый стол, да, потом люди ходят и садятся заново. То есть это обязательно должно присутствовать, чтобы, ну, хоть какая-то активность была у человека. Ну, вот многие девушки, я не знаю, ошибочно ли думают, что после праздников достаточно вот пару разгрузочных дней, либо вообще там несколько дней голодовки приведут тебя к былой форме? Ну, я категорически с этим не согласна, потому что любые разгрузочные дни, тем более голодные дни, не проходят бесследно, скажем так. В первую очередь это сказывается на психологическом состоянии человека, он будет раздражен, да, он будет голодный, он все время будет думать о еде. И физиологически тоже. От этого страдает наш желудок. Кто болеет, например, хроническими заболеваниями желудка, да, или кишечника, они могут обостряться в период вот таких голодных дней. Поэтому я категорически не рекомендую прибегать к таким дням. Можно, например, после какого-то обильного застолья на завтрашний день просто сократить свои порции. Но питаться полноценно, потому что организм все равно потребует свои нутриенты, да, на следующий день. Вот сегодня вы устроили разгруз, например, на кефире, а на завтрашний день, даже сами того не подозревая, вы можете переесть, потому что организм-то умный все равно, да, и он возьмет свое. Поэтому я рекомендую увеличить активность вот в постпраздничные дни и питаться в обычном режиме, возможно, несколько сокращая свои порции. Ну, тем самым разгружаясь таким образом. Ну, а что касается шампанского, принято его так же хотя бы бокал выпить, да, на Новый год? Ну, это у нас традиция, поэтому бокал шампанского, конечно же, не возбраняется. А я рекомендовала бы не налегать на коктейли разные, которые вот заправляются такими сладкими соусами, ой, сиропами. Сиропами, да. И лучше отдавать предпочтение вот каким-то, ну, мононапиткам, например, юинам, да, полсухое, полсладкое вно. В принципе, можно в допустимых мерах. Ну, Лена, давайте подведем итог. Какой же лучший метод привести себя в порядок после вот всех праздников, да, самое основное? Самое основное – это, конечно же, войти в свой режим поскорее, да, не затягивая праздники там до 10 января какого-то. Поэтому как можно быстрее входим в свой привычный режим питания и увеличиваем свою активность. Обычно девушки бросают физическую активность перед Новым годом и в самое время вернутся к ней. Лена, спасибо большое. Я думаю, ваши советы очень пригодятся нашим телезрителям, абсолютно всем. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо, что пришла к нам этим утром и поделилась такой интересной информацией. Спасибо.